Всем привет, я Диана, рада вас видеть на моем ютуб канале, сегодня у нас с вами будет распаковка одежды с озон, в рубрике парень заставил меня это носить, часть 2. В прошлый раз мне очень понравилось, как парень мне собрал луки, так еще и вы в комментариях просили снять вторую часть, поэтому держите. Перед началом попрошу вас всех подписаться на мой канал, чтобы не пропускать мои видео, поставить лайк этому видео авансом, вам будет не сложно, мне будет приятно. Ну что, погнали! Я ведь обещала только начинать видео в этой шляпе, а не снимать все видео в этой шляпе. Фу, в ней довольно жарко. Итак, у меня снова на диване лежат мои луки, спрятанные под подушки, и сейчас я открою первую подушку, возьму первый лук и покажу вам. О господи, что это? Во-первых, посмотрите, что за упаковка. Озон, что случилось с тобой? Это просто как будто какой-то мусор. По принту могу сказать, что это как будто какой-то костюм. То давайте развернем, посмотрим, до чего додумался в этот раз мой парень. О боже, оно шелковое. И очень похоже, знаете, на косынку бабушки. Это еще из Zara. Если это из Zara, это, наверное, из какого-то отдела 50+. Ну боже, ну что это за принт? Вот посмотрите, ну как это вообще? Так, это рубашка. Шелковая, я не знаю, может быть, это, конечно, не шелк. В принципе, мне очень нравится материал, потому что он такой приятный, струящийся. И вообще фасон рубашки прикольный. Я люблю такие рубашки, но не в этом принте. Оу, да, это брюки. Такие свободные, на резинке. Это тоже Zara. Ну, собственно, это костюм, как я и говорила. Ну что, давайте мерить. Вот это мне почему-то напоминает какой-то Восток. Сейчас сначала примерю, потом вызову сюда парня, отчитаю его, покажу ему, собственно, и дадим оценку этому всему. Так, цензура, всем закрыть глаза. Фу, рубашка очень воняет, какой-то химозой. Ну что, не знаю, почему-то так смешно. Давайте позовем моего парня, и он покажет вам в полный рост меня. Максим! Вообще, вот какая была твоя идея этого костюма? Вот зачем? Я его видел, понравился все. Тебе это, честно, нравится? Вот так вот, да? Вот ты меня видишь? Вот так вот утром. Ты такой, о боже, вот это моя девушка, это муа! Ну, зато размер пришел. Размер у размера, да. Покажи меня полностью. Вот, собственно, этот костюм. Так на мне выглядит. Не знаю, мне кажется, я похожа на какую-то восточную женщину. Очень похожа, кстати, на костюм моей бабушки. Ну, почти. Кажется, один в один. Я поняла, ты смотрела на эту картину и заказала этот костюм, да? Да, да, да. Мне нравится качество, мне нравится материал, потому что, мне кажется, в нем летом как раз таки будет не жарко. Потому что он такой, во-первых, свободный, во-вторых, вот эта ткань, она такая легкая. Ну, принт говно. Если бы, конечно, другого цвета был бы, такого, однотонного, может быть, или хотя бы какого-то другого принта поспокойнее, то было бы прикольно. А так, это, конечно, правда, вот как будто вот в Турцию ехать или там, или в Египет, вот так вот там на пирамидах. А еще тут очень много ниток висит. Сколько он стоит? 7 тысяч. Отстранял, я говорил. Что? Какие 7 тысяч? 300 штаны, 300 рубашек. Он сошел с ума. Господи, ты нас разоряешь. На каком-то говне. Ну, не знаю, но материал, правда, он качественный, хороший. Ну, то, что так много ниток торчит за 7 тысяч, это как бы странно. Ну, что ж, мне просто не нравится. Я же сказала, 6 из 10. Ну, что ж, идем дальше. Я на брюках не видела такая бусинка интересная, мне нравится. На аквамарин похоже. А, тут другого цвета. Смотрите, другого цвета. Так вот. Пошлите смотреть следующий образ. Вау! Джинсы! Мне, кстати, джинсы. И что там еще? Давайте начнем с джинс. Джинсы мне нравятся. Это еще и вершка. Посмотрите. Просто обычные бананы или момы. Не знаю, не очень на них разбираюсь. Но в том плане, что они не зауженные к низу. Очень нравится мне этот цвет. Вот этот вот светло-синий. Потому что сейчас будет весна. И как раз таки всегда весной хочется носить именно светлые джинсы. 26 евро они стоили. Фига! Почему? Нет, ну это примерно 2000. Вроде бы, в принципе, нормальная цена для джинс. Но почему евро? Это бершка. Ну что? 34 размер. Эм, что? У меня не 34 размер. Ну давайте, ладно, померим. Надеюсь, Максим угадал. Идем дальше. Такой маленький пакетик. Я надеюсь, здесь опять не трусы, как в прошлом видео. А, этот топик. Ой, кстати, очень классный. Супер вообще. Интересно, сколько он стоил. У меня просто миллион таких топиков. Первый я носила где-то год. Он мне уже просто заносился. У меня вот эти вот лямки уже растянулись, порвались. Вот они висят на одной ниточке. И здесь качество вот этих лямок намного лучше. Они намного толще, чем у меня были до этого. И думаю, что вот они через год точно не порвутся. Потом я перезаказывала другой топик такой же. Там были нормальные вот эти лямки. Но по качеству был уже не очень топик. Он был какой-то латексный. А вот это именно трикотажный. Мне очень нравится именно вот этот топик. Блин, Максим, где ты его нашел? Так, и третья вещь. Господи, как тебя открыть-то? Вау, это снова Зара. И это, господи. Это, посмотрите, малиновый пиджак. Ну, не прям малиновый, он такой пыльная роза, наверное, я бы сказала. Блин, ну прикольный. Прикольный образ. Давайте мерить. Господи, мне кажется, это самый лучший лук, который Максим мне собирал. И вообще, лучший мой лук, наверное, за все время. Ну что, давайте его позовем. Максим! Говорю, тебе понравится. За это лайк, за это спасибо большое. Мне очень нравится этот лук. Покажи его, давай уже всем быстрее. Оп. Ожидание. Реальность. Ну, вроде похоже. Ну, тут без слов, Максим. 10 из 10. Согласен. Мне нравится очень лук. Мне нравятся и джинсы, они просто 10 из 10. И топик, потому что у него и лямочки хорошие, плотные. И вот это вот само качество. То есть, то, что вот мы на Алиэкспресс заказывали, два топа, они такие латексные. Мне не очень нравится. А вот я боялся, что это такое. А именно, вот он текстиль, он классный. Вот, и пиджачок, господи, давно хотела себе пиджак, но все, никак вот не могла купить. Моя оценка тоже 10. Та обманка тут нет, нет карманов. Сколько стоит пиджак? Пиджак стоил 2 200. Ну, в принципе, нормальная цена для пиджака. Джинсы 2 700. Ну, топ рублей 500. 400 рублей. Все, супер. Спасибо. Тут просто без лишних слов, тут 10 из 10. Спасибо, до свидания. Блин, мне кажется, этот цвет мне очень подходит. Я вот прям сейчас смотрю на себя, вообще красотка. Ну что, переходим к следующему луку. Мне, правда, не хочется вот из этого вылезать. Ну, давайте смотреть, что он там придумал для нас еще. Я вижу здесь еще одни джинсы. Это почему-то все в одном пакете. Что это? Божечки. Так, это Зара. Почти такие же джинсы, как сейчас на мне. Посмотрите, наш специальный гость ворвался к нам на съемки. Поприветствуйте всем Мию. Мия, тебе здесь быть нельзя. Практически такие же джинсы, как сейчас на мне. Вот просто буквально потому, что они точно такие же не зауженные. Но единственное, они потертые вот здесь снизу. Но, Максим, зачем так расточительно себя вести? Можно было бы с одними джинсами сделать два образа. Второе, что это такое тут зеленое. Это сумка, боже мой. Посмотрите. Господи, я бы никогда себе такую не купила. Еще и за 600 рублей. По акции стоило 2000. Сюда что, пропуск в школу или в колледж засовывать? Для чего вот это вот реально? Или свою бирку там, типа Дианы Рудовым? И последнее здесь это джинсовый топ. Вообще, где тут перед, где тут зад, непонятно. И я даже не знаю, у меня никогда не было таких вещей. Мне кажется, мне не пойдет. Не то, что не пойдет. Мне кажется, просто я в него не... Ну, он будет мне большой. Кажется, я поняла, зачем он взял еще одни джинсы. Потому что он хотел надо мной просто посмеяться. Так как здесь заниженная талия. У меня весь живот просто... Мой жирок выпирает. И вообще, мне неудобно так ходить. Короче, зовем его. Максим, ты скажи мне, ты поиздеваться надо мной решил? Ты издеваешься надо мной? Это джинсы на низкой посадке. Я вижу. Я вижу. Это ужас. Это не джинсы, это говно полное. Но она просто здесь набита чем-то. А здесь она просто... Она большая, как будто бы. Я думал, она через плечо. Она и должна быть через плечо. Вот тут завязана просто. Так, барабанная дробь. Look at this dude. Ну, и что тебе не нравится? Нет, я не могу не вздохнуть. Ну, ты сама говорила, размеры такие. Я их даже не застегнула. Ты всегда не про они размеры говоришь. Вот я... Я могу из-за стега дуть. Они должны были быть вообще на низкой посадке. А, не на низкой посадке. Потому что весь мой живот видно. Ну, просто размер больше, да? А топ? Нужен размер. Ну, топ, в принципе, хороший. Такой приятный. Такой симпатичный. Ну, и сумку я на другую сумку рассчитаю. Ну, почему сумка такая, как ты показываешь? Просто она какая-то странная. Ну, я думал, она большая. У меня получается два отсека, что ли? А зачем ты большую мне сумку хотел в поход идти? Тут сеточка еще какая-то, смотрите, москитная. Для чего она? Для мелочи, типа. Сколько ты потратил на этот лук? Ну, вот этот топ стоит что-то две... Две с чем-то. Треть лот. Ну, тоже тысяч пять. Это? Ну, тысяч пять. Ну, там вон цена сколько написано. Шестьсот рублей. Ну, это шестьсот рублей. У меня живот выбирает в эти джинсы, господи. Все, не снимай, уйди. Это ноль из десяти. Ну, что ж, давайте скорее перейдем к четвертому луку, потому что я сейчас просто взорвусь в этих джинсах. Они меня обтягивают. Я не могу в них дышать. В общем, ужасные джинсы. Я рада, что я больше не ношу джинсы с низкой талией. Хоть это сейчас и модно. Ну, кстати, вот в этот раз у Максима как-то более какие-то более адекватные, наверное, луки, чем в прошлый раз. Хочется даже чего-то прям кринжового увидеть, как в прошлый раз с платьем было. А, ну, в четвертом луке просто один пакет. Я уже чувствую, что это что-то кожаное. Максим это же любит. Так, что же это? Это платье. Кожаное платье. Вот такого странного фасона. Наверное, вот с этого я как раз-таки кринжану, когда это надену. Платье а-ля жена сутенера. Здравствуйте. Оно очень, посмотрите, какое открытое. Ну, во-первых, оно мне, наверное, по размеру просто не подходит, потому что вот эти вот... Хотя, блин, так-то оно мне по размеру везде идеально сидит. Но почему-то не на груди, поэтому здесь все очень растопыривается, оттопыривается. И, как бы, ну, все видно. Давайте звать Максима. Максим! Это неправильно, это нас. Ну, так, крест-накрест. Ну, знаешь, мне плетки не хватает. Когда уже будет плетка. Ух ты, пух ты. Ну, так стало все намного, на самом деле, лучше. Потому что я говорила, что мне тут как-то не подходит, потому что тут все оттопыривалось. Ну, так-то, в принципе, да. Неплохо. Ну, и что, тебе не нравится? Ну, в принципе, нормальная. На корпоративчик. В принципе, нормальная платья. Я надеюсь, ты ноги не снимал? Ну, в принципе, нормальное платье. Ну, вот эта вот черная кожа, я не знаю, они всегда ассоциируются с одним. Ну, что, твой, твой, твой оценка. Твоя оценка. Ну, 6 из 10. Я по-другому надумал. Я даже 10 из 10 поставлю. Я ставлю картинку, как должно быть оно по-другому. Я даже поставлю 10 из 10, потому что мне, в принципе, все нравится. И модели. Только что тебе не нравится. А я не говорила, что мне не нравится. Я говорю, что просто вот эта вот, типа, кожа, она ассоциируется у меня с одним. Но так, в принципе, по, там, фасону, по тому, как она на мне сидит. В принципе, мне все нравится. Поэтому ставлю 10 из 10 и пойду на твой день рождения. Хорошо. О, нет? Ну, вот такая у меня получилась очень интересная распаковка. Большое спасибо моему парню за выбранные луки для этого видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео. Я стараюсь для вас делать все лучше и лучше. И напишите в комментариях, какой лук вам понравился больше. Всех люблю. Всех целую. Всем пока-пока.